Интересно, какую же дверь Днепр приготовил сегодня? Никакую, потому что все двери Министерства дверей уже проданы. Это я вам говорю, директор Министерства дверей, знайды свои двери. А вообще, я хочу поблагодарить всех за сезон. Днепр, Лигу Смеха, спасибо. Благодаря вам теперь мы продаем 5000 дверей в месяц. А до Лиги Смеха сколько продавали? А до Лиги Смеха 8000 продавали. Ладно, пацаны, удачи. Но надеюсь, что в следующем сезоне вы играть не будете. Команда Днепр, встречайте! Друзья, у нас такая ситуация. Дело в том, что после прошлой игры, после полуфинала, Игорь немного сошел с ума. Он не принял поражение. Он думает, что он сейчас выступает в финале. Мы очень сильно просим вас из уважения к его бывшим заслугам. Подыграть ему, поддержать его в этом вопросе. Как будто мы сейчас выступаем в финале. Пожалуйста, друзья, мы очень на вас надеемся. Мы выступаем для него. Терапия. На сцене Днепр с финальным выступлением! Ты финал, я финалист. Словно чистый лист. Я лучший юморист. Красив и мускулист. Ты успех, я лига смех. Победитель всех. Вызываю смех. Попа как орех. Мы просто Днепр. Где смехометр? Мы не пижоны. Мы чемпионы! Ну здравствуй, Лига Смеха! Вы готовы встретить нового чемпиона? Так, парни, ну честно, я так больше не могу. Ну реально, ну хоррэ, ну. Игорь, мы не прошли в финал. Понимаешь? Мы проиграли. Как это не прошли в финал? Ну а это тогда что? Это зимний кубок. Какой зимний кубок? Ты че? А ничего, что сейчас осень. Смирись. Мы реально проиграли. А-а-а! Да, точно, проиграли. Нашему формату, да? Друзья, у нас просто после прошлой игры Фима немножко с ума сошел. Думает, что мы в зимнем кубке играем. Поэтому поддержите его, пожалуйста, да? Как будто мы играем в зимнем кубке, окей? Хотя бы из уважения моим прошлым заслугам. Спасибо. Игорь, ты башкой своей подумай. Ну что это за финал на 10 команд? Да некоторые из них вылетели еще при Порошенко. Кухар, включи свою. Игорь, мы реально в полуфинале проиграли в разминке, понимаешь? А в разминку мы попали, потому что на танцы один тренер не встал. Как? Подожди, кто не встал? Да нет, мы не скажем. Это не ваше. Это личное дело человека. Она имела на это полное право. Ах ты, шпала белобрысая. Спокойно! Не трогайте меня, успокойтесь! Тихо! Я просто отпишусь от нее в инстаграме и все. Олякова. Подписаться. Отписаться. Все? По-божески. Ты че, блин? Я тебе кокошник на кокошник натяну. Спокойно! Не трогайте меня! Спокойся, я не верну. Ты еще понимаешь, что наша победа должна была войти в историю? Спокойно. Наше поражение тоже войдет в историю. В смысле? Слово о полку Игореве. Сказ о неудачном походе войска Игоря на Половце. Сказ о неудачном походе войска Игоря на Лигу Смеха. Жил на свете раз тренер заслуженный. Все в глаза его кликали Игорем. За глаза называли по-разному. Черный карлик, узбекская выскочка. В общем, щедр наш народ на признание. Но устал сидеть Игорь заслуженный. Хватит булками хлеб зарабатывать. Час пришел покидать кресло тренера, чтоб с дружиной своей меньше видеться. Он задумал с командой в сезон идти. И ударил о моча в голову. Не придет в Лигу Смеха решительно. Плачут дети слезами горючими. Наши дети и дети соперники. Жены ждали эфиров неистово. Чтоб увидеть мужей своих конченых. По сезону мы ехали поездом. Но под поезд тут женщина бросилась. Не осознанно, а по глупости. Как и все, что за жизнь она делала. Все решалось в сражении разминочном. Билось с войска Игоря в разминке не шутошно. А соперники билися шутошно. Через сто супостат и выиграли. Проиграли мы с треском ткачевником. Поразилися в край поражению. Наши жены крепчайше расстроились. Ведь они на нас деньги поставили. Вылет был тот для всех неожиданным. Как импичмент из-за Зеленского. Как-то драка Баканова с Богданом. Как Сивохина назначение. Ого, неожиданно. После посидев, поразмыслив как следует, выпив пять виски-колы на каждого, четкий вывод себе обозначили. Да пошло оно к... Матери! Это так, чисто суть, без конкретики. Про трезвев мы такой вывод сделали. Это ж год мы уже в легосмешеньке. Вот уж год мы командой на телеке. Узнают Игорька, пуще прежнего. В общем, все, как я и рассчитывал. Ну вот, сейчас уже не так обидно. Ну все, давай тогда не про полуфинал, не про Полякову. В кайф для людей. Кайфуем! Друзья, в этом году на экраны выходят продолжения таких культовых фильмов, как «Терминатор», «Матрица», «Скажи на веселье», «Звездные войны». Мы считаем, что в этом ряду не хватает еще одного, безусловно, культового фильма. Это, конечно же, фильм «Леон Киллер». Итак, известная сцена на крыше. А в кого стрелять будем-то? В кого хочешь. В кого я хочу или в кого ты хочешь? В кого все хотят. Может, подождем, пока она встанет? Она не встанет. Ага. Куда, в сердце стреляем? У нее нет сердца. А кто заказчик? Там сложно сказать конкретно. Там в Вайбере чат на 140 человек. Давай. Почувствуй ее. Представь, что ты сидишь прямо возле нее. Представила. Я думаю, ты готова. Когда стрелять? Стреляй прямо между люлями. Стойте, ребята. Подождите, подождите, Игорех. Подожди, стой, стой. Стой. Не стреляй, Игореш. Она реально, она ни в чем не виновата. Серьезно. Она просто судья. Она не виновата, что вы не прошли финал. Серьезно. Это я виноват во всем. Я. Просто я слишком гениальный актер. Я просто грандиозный судья. И все. Я тебе серьезно говорю. Юра, уйди, не наговаривай на себя. Нет, я. Юра, это ложь не во благо. Игореш, пойми, я действительно виноват. Это мне надо мстить. Серьезно, Игореш. Игореш, делай мне больно. Стреляй в бирчу. Юра. Уйди, все решено уже. Нет, 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 Игореша. Подожди, я не могу, чтобы она пострадала. Ну, во-первых, она женщина, во-вторых, она певица. Юра, вы целому хору веревки жизнь испортили. Там 42 женщины-певицы, уйди. Не, 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 подожди, подожди, Игореша, подожди. Ну, кто вам мешал танцевать нормальный танец в полуфинале? И пройти дальше, в смысле? В смысле нормальный танец? У нас ништяк танец был. Знаешь, сколько мы трудились над ним? А вы не потрудились в Ютубе написать смешные танцы? Нет. А я потрудился. Все, иди, готовься, давай. Я тебе ссылку кидал. Да это не смешной танец. Что значит не смешной танец? Запомни, Игореша, это лига смеха. И тут смешной или не смешной танец решает певица. Иди, готовься. Так, объявляем. Вот, объявляем номер. Значит, мысль такая. Значит, что в жизни такая штука, что полоса белая. Полоса черная. И так получается, вот если все вместе, то получается, что все получает. Или как в рояле, да? Вот есть полоса белая, есть полоса черная. Клавиши, смысл, как бы все получается. Ребята, поаплодируйте. Хороший танец. Днепр. Молодцы. Давай. Давай. Молодцы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подсказывал нам правильный путь Короче, всем тем, кто комментировал наше выступление в Ютубе Не пыр на фоне всех команд казался дном Вы не старые, хлопцы, ритки с не лайно Ни кем вы были в КВН, и здесь никто Раньше ржал с них, а сейчас не то пальто Фу, отстой, что только что я улетал Посмотрел, как в подворотне побывал Краще Бластучкин, залышився в жюри Ваши годы лучшие уже прошли Но есть Классно, прикольненько, пушечка, мне зашло О-о-о-о-о Небо просто топчет, как же мне смешно Иногда нам и такое говорят Спасибо близким, женам, детям, матерям Спасибо Спасибо за сезон Спасибо 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 Спасибо